Только по официальным данным, как минимум 15% жителей Хакасии намеренно не регистрируют дома и земельные участки. На деле же, скорее всего, цифра куда больше. Страдают из-за этого в первую очередь муниципалитеты, недополучают налоговую долю. По мнению властей, такая вот теневая застройка практически на всей территории республики. Капитальное строение зачастую строится на землях сельхозназначения, землях дачных, обществ чуть ли не в водоохранной зоне. Для примера, по Калининскому сельскому совету мы решение приняли, чтобы включить давно застроенные территории в границы населенного пункта. По мнению Виктора Зимина, властям на местах следует активнее работать и с недропользователями. Есть реальные рычаги для сбора налоговой базы. По оценке экономистов, здесь Хакасия ежегодно теряет до 50 миллионов рублей. То же самое касается объектов туристической инфраструктуры, которые зачастую размещаются на землях сельхозназначения, что существенно занижает налоговое поступление в бюджет муниципальных образований. Для решения комплексной проблемы в республике создана рабочая группа. Возглавляет ее зампред главы Хакасии Олег Нам. Задача этой самой группы – разобраться буквально с каждой неучтенкой, будь то земельный участок или постройка. Мы будем проводить, скажем так, некую разъяснительную работу. Для этого у нас Росреестр имеет соответствующие мобильные группы. В эти мобильные группы входят у нас представители и органов власти, и местного самоуправления, и налоговые инспекции. Будем выезжать прямо на место и, скажем, прямо на месте принимать заявления от граждан, для того, чтобы у человека появилось право собственности. Елена Соломонова отмечает, что у власти есть и другой, более жесткий рычаг – просто сносить неофициальную недвижимость. Остается надеяться, что до применения карательной меры дело не дойдет. Правительство все еще верит в сознательность граждан. Константин Кравцов, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова